Знаете, вот скользнула мысль в сознании такая, черкнула, знаете, вот как пуля, непрямое попадание, касательное. В геометрии есть касательное. Вот касательно. Сколько в плохом хорошего, а в хорошем плохого. Каково соотношение, какая пропорция вот в этом. Ведь в каждом явлении, которое мы воспринимаем как нечто позитивное, счастливое, светлое, есть какие-то крапинки. И наоборот, и даже на солнце, черные, темные пятна. У меня даже стихи какие-то были, лет 15 назад писал, что тьма и свет родные души. Так что там вода родная, суши, бездни, бездна родственная вершинам, ну, что-то такое-то такое, да. Очень трудно сопоставить эту пропорцию, вычислить, придумать какую-то алгоритмику и вообще какую-то формулу построить, функцию задать. Вот тут хорошее, а тут плохое. Санционально это не задается. Математически это не решается. Это решает каждый человек для себя, исходя из жизненного опыта, объема душевных позывов, порывов, там, не знаю, какой-то плотности души, объема ее, полноценности. И исходя из знаний своих, конечно же, знаний, творческих способностей, интеллекта, безусловно, той энергетики, которой обладает каждый человек как сущность, как личностная сущность. И еще и вот так мысли, это вот такие сперматозоиды сознания. Они должны оплодотворять, они должны нестись с бешеной скоростью. Какие-то умирают, погибают в процессе, в движении. Какие-то этот марафонский бег преодолевают полностью, достигают своего финиша и остаются. Остаются уже новой сущностью, новыми какими-то проявлениями. Может, это не совсем корректное сравнение, потому что, как бы, мужские мысли сперматозоидуют, а женские мысли воспринимают их. И получается новая идея, новая доктрина, новая идеология. И получается что-то совершенно иное, более прогрессивное, стоящее на более высокой ступени развития такого, ну вот именно глобально-энергетического свойства. За последние два года было много плохого. Ну вот вчера мне ссылку сделали в социальных сетях, бывший ученик. Я настолько испытал вчера позитивные эмоции от моих бывших учеников и детей. Упоминали фамилию, просто упомянули фамилию в положительном контексте, в добром таком, радостном, высоком смысле. Блин, как это здорово! Какое счастье! Потому что, ну, в памяти сконцентрированы, вот тяжеленные, какие-то сконцентрированы, какие-то вещи, которые я не назвал бы счастьем. А вот это счастье! Это счастье! Это вот где-то, значит, частичка мысли осталась. Капелька моей души. А ведь человек растрачивает душу, он с кем бы ни общался, вот по жизни идет, вот встречается, 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 раздает, раздает, раздает. Первое, второй сборник у меня назвался «Вечное донорство души». Он раздает душу, он донорирует ее, дарит. Дар, если ему Божий дан, он тоже его дарит. Он получил его как дар. Бесплатно. Он также его должен отдавать. Иначе смысла нет. Иначе жизнь превращается только в плотское физиологическое удовольствие. Если это удовольствие, а если это болячки, это не удовольствие, испытание, страдание. Во всем надо находить что-то светлое. И в хорошем видеть, не сильно обольщаться, не прыгать отчасти, не скакать, как братья на Майдане. И в плохом свет видеть, и свет этот будет накапливаться, набирать силу и победит плохое. 28 декабря. 17-й год, зеркального года. Вообще для меня зеркальный. Для моих двоих одноклассников он тоже был зеркальным. И это зеркало теперь на могильных камнях. Торопиться надо, торопиться, бежать, торопиться, вырабатывать эти мысли, нестись. Потому что только мысли живы и бессмертны. Человек не такой. Думая, если видите о том, что я лично пишу, давно-давно, с начала 80-х годов, то это и есть погоня за бессмертием. Это и есть лекарство от забвения. Дай Бог, чтобы это лекарство помогло. Оно же не импортное, оно собственного производства и изготовления. Оно свое родненькое лекарство. Алхимия здесь внутри тебя. Это плоды твоей собственной духовной алхимии. Вот так и как-то. Продолжение следует...